МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новины Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! Жанночая сборная Беларуси по биатлоне завоевала золотые узнагороды у эстафетной гонцы 4 по 6 километров на зимовых олимпийских гульнях у корейским Пьенчхане. У составе нашей команды у першиню олимпийской чемпионкой стала урадженка Сененщины Ирына Крылко. Представница Витебской школы биатлону у складанных умов на дворья удала провела другую строльбу и не отстала от итальянки Дороты Вирар и представницы команды Словакии Анастасии Кузьминой. Старшиня Витебского Абылваканкама Миколай Шарснеу и старшиня Процтауництва Национального Олимпийского комитета Беларуси у Витебской области Уладимир Тярентьев повеншовали нашу землячку Ирыну Крылко, яя коллег по золотой команде и тренеров с яскравым выступлением и заслуженной узнагородой. Такая целеустремленная была. И один раз надо было сказать, и все, не надо было мучиться с ней. Чемпионы же всегда делаются, как говорится, в одном экземпляре. Они все такие завышенные требования, а с этой не было проблем никаких. Ну и было видно, что добьется чего-то. Все летний год повинен стать пероломным у развития сельско-господарчей голены. Аграрам потребны забеспечить прирост воловой продукции на 110%, а рентабельность продажу довести до 8%. Выконание этих показчиков напрямую будет залежить от проведения поселной кампании. Про подрыхтовку давь осенних полевых работ говорили на посаджении Абл-Ваканкама с подробностями Инны Кирыенкова. Все летнее поселное будет значительно отразниваться от попередних. Как показал опыт опошних двух годов, необходима мобилизация сил и сродков с тем, как провести полевые работы худко и якосно. Это ключевые моменты. Сейчас в области створается запас на сене, горучо-змазочных материалов, минеральных туков. Ведется рамон техники. Пакули ягатонны складая каля 80%. До середины сыковика необходимо довести гэты пакашек до 95%. Аграры робят ставку на энергонасычную технику, якая дозволяя опрацовывать до 12 тысяч гектаров за сутки. Тому все лета ея на бытцё в господарках в области будет протягиваться. Мы в прошлом году закупили больше 1200 единиц новой техники. И в этом году планируем такие же объемы закупать новой техники. По закупке новой техники нам помогает немножко областной бюджет. Плюс мы направляем средства централизованного фонда мясо-молпрома. Ну и плюс собственные средства сельхозорганизации. Основная схема закупки – это через пром агролизин, как и в прошлом году. Обнадеевает тое, что еще в осень аграры в области подняли на 100 тысяч гектаров ворова больше летышнего. А значит, меньше треба будет задейничать техники на узворвании. Рыхтовать Глебу до поселной будут у две змены. Для этого выращается пытание с механизаторскими кадрами, яких не хапая. Проводится перенабучание. Будут протягиваться рабочие руки с предприемств и городов, навод студенты. Всех привлечу. А механизаторы, на энергонасыщенные техники, которые задействованы в пахоте и культивации, трудно сутышная работа. Само бы себе оно не спашится и не посеется. И если мы это не сделаем, значит, вы останетесь на тех же объемах, которые ежегодно. Задейничать усе ресурсы для проведения поселной кампании у оптимальности слетермины. При этом строго притрымливаться структуры поселных площадь и технологии севозворотов. Такая задача поставлена перед керовниками районов. С тем, как отрымать не меньше за 1,5 млн тонн сборных. Это той минимум, який необходимо обеспечить в 2018 году. Открытым застается вопрос о финансировании. На проведение поселной кампании необходимо 268 млн. рублей. С уликом банковских кредитов, уластных сроков сельгазпродприемства, забеспеченность необходимыми сроками складает 39%. Отримать недостающие ресурсы сельгазвытворцам можно только будет за кошт выручки за сдаденную продукцию. Таму юсь затекавлено сеять больше сборжевых, капотым реализовывать лишки сборжа по выгодной цене и поляпшать свое финансовое становище. Инна Кириленкова, Олег Чарняк, Новины, Витебск. Целком змянить систему подрыхтовки специалистов для сельгазпродприемства у Витебской области заклика у старшыня Абл Ваканкама Миколай Шарснев подчас нарады по пытаниях забеспечения сельской господарки кадрами, якая пройшла у городку. У размове пройняли удел керувники района, директоры буйных сельгазпродприемств и научальных установ региону. По адрабязности у Артура Смолякова. Повнастю змянить программу навучання, сучаснить подыходы и повысить якость адукации у самые короткие терміны. Такие потребования у старшыни Витебска Габл Ваканкама да подрыхтовки сельско-господарчых кадров. На жаль, сёння после заканчання в учобы молодые специалисты не заусёды готовы до самостойной працы. Калі теории, яны володуюць на добрым узровні, то практичным навыкам, як правила, вучаться уже на предприемстве. Миколай Шарснев пеўнен и рашэння ёсць. Неабходна развіваць материальну базу установ адукации и даваць навучэнцам больш практикі. Прыгэтым практиканты павінны отрымаць махчымаць зарабляць на ровні зіопытными спеціалістами. Підготовить высококлассного спеціалиста, не имея базы, скажите, как это сделалось? Мы хотим, чтобы сегодня пришёл механизатор, имея категорию, и мы могли его сразу же посадить на импортный трактор, Кейс, Класс, Джанзир, Фэнт. Он его в глаза не видел. Да, категорию он получил. Если приходит специалист с вуза, первый месяц работы, он не знает, как сделать отчёт, он не знает, как подготовить документы, он не знает, как сделать баланс. Не глядячи на тое, что сёня работникам для сельской господарки в области Рыхтуич 12 установ адукации, дефицит квалифікованных кадров у вёзцы зараз одно зголовных пытанняў. У Витебскаў области не хапая аграному, ветурачоў, зоотехнікаў, тракторыстаў і водіцелў. Замацавання младых специалистів у сельгазпродприємствах крыху вышей за 50%. Проблема ў низких заробках і дрэннах умовах працы. Миколай Шарснеў адзначая, треба створать мотываціў і мяняць падыходы. У ближайших планах керавніцтва в области сурьёзно повялічыць зарплату спеціялістам. Мы должны поменять подходы. То есть мы детей должны и практику дать детям в лучших предприятиях, научить их тому, чого мы хотим от них видеть. И распределить, взять под контроль. И они уходят в лесхозы, в лесничество, куда-то там другие организации. Естественно, основная масса куда-то трудоустраивается. Но ведь мы же готовим для того, чтобы в селе люди работали. И деньги для этого тратят. Поэтому это очень важно, создать мотивацию. Яшчэ адзін важны нюанс, звязаны с правориентациў, яку ўтрэба проводзіць як мага раней. С допамогай розны патрымкі і догаворных обавязкаў, яшчэ ўпереэт в учёбы, во установах прав техадукацыў, предприемствы павінны замацаваць за собой будучых спеціялістов і вучыць их на уласной базе, лічыць губернатор. Сёдня вельмі важна сформіраваць трывалай ўзаемодзеяне ўстану прав техадукацыі і сярыдніх спеціялніх навучальніх ўстану с предприемствами промысловысті і сільской господаркі. Сваім бачыням праблемы і метадами яе рашыня пачас размовы ў гарадку поділилися керівники района, ўстану адукацы і предприемства в области. Ось правильно було принято рішення о том, щоб зробити базове предприєтие, котре обеспечили достойній заробітній платі ребят, які прийдуть на практику, жильем, соціально обеспечили, і щоб человек в дальнішем був заінтересований, щоб трудиться на селе. Ми, зі своєю сторони, готовы предложити практику во время обучення, в період учебного року, проходити практику вот цим студентам на базі наших лучших, сильнейших хозяйств, які укомплектовані новою технікою, у котрох є специалісты, грамотні, квалифицировані, які готові цим нашим студентам дати в базу. Усе пропонували по удосконаленній системі підрихтовки кадров обугольніть рабоча група, яка буде створена в області у ближайший час. Артур Смоляко уляніт Табола на Віны Гарадок. Протягуємо выпуск. Перший у Витебській області медаль 100 годів Узбройным силам Республіки Беларусь вручили Жихару обласного центра Алексею Михайловичу Іванову у дільнику Великої чинной войны. Їн вызволяв однімецко-фашистських захопників у хород Гродно, воєвав у Прибалтиці у Сходній Пруссії. Юбілейну медаль ветерану вручили воємкам в області Руслан Шкодзин і старшині обласної організації ветерану Сяргій Альсєвич. Руслан Шкодзин відповідальний вклад в розвиті строительства вооружених сил, ті, хто приймав активне участь в воєнно-патріотическому виспітанні, ну і інші категорії ліс. Медалі 100 годів Узбройним силам Республіки Беларусь у Віцепській області отримають скаля трьох тисячі ветеранів Узбройних сіл. Каманда Віцепського кадетського вучилища завоєвалася оребранай узнагороди на спартакіядзі сяроднавученців у спеціалізованых ліцеїв кадетських вучилища у Мінського Суворовського воєнного вучилища по службово-прикладних і масовых відах спорту. Усяго у спаборніствах выступалі 11 команд з усею Беларусі. Тридні хлопці змагаліся у тіры, спортзалі, на футбольным полі і у басейні. Наші землякі стали пераможцями міні-футбольного турніру і призерами у інших дисциплінах. Гэта інформація завершає наш випуск. Я з вами розвітваюся. Усяго добрага. До зустрічі. У ближайші суткі у Віцепській в області будзе воблачна з проясненнямі, пераважна без опадків, місцями шарань. На асобніх ўчастках дарох галалёдзіца. Ветер паўночна ўсходні 2-7 метра ў секунду. Температура па ветра ночу минус 15-20, при праясненнях да 25 градусів морозу. Днем от 7 до 12 градусів со знаком минус. У Віцепску таксама, воблачна с праясненнямі, без істотных опадків. Температура па ветра ў ночі минус 21-23, днем 10-12, нижей за ноль.